22 июля был решающим днем для многих команд, участвующих в региональных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» в рамках проекта «Спорт против Подворотни», который проводится на базе спортивного комплекса ДЮСШ города Невельска. Этот день выдался не только солнечным и теплым, но и жарким по накалу страстей, эмоций, побед и поражений. Юные футболисты, играющие в футбол по-взрослому, прикладывали все усилия, чтобы достойно показать себя на футбольном поле и постараться добраться до пьедестала победы. Но сделать это смогли не все. Из 13 команд-участниц в 1-4 финала встретились команды Долинска и Углегорска. Как ни пытались углегорцы оборонять свои ворота, в течение 50 минут длительности матча так у них ничего не получилось. Нападающие Долинской команды нашли способы пробить оборону и забить два гола в ворота соперника. Следующая игра в 1-4 финала состоялась между командами Холмск и Анива. Эти два очень сильных соперника с амбициями и характером до последнего шли с одинаковым счетом 1-1. Но во втором тайме команде из Анивы выдался шанс, которым они воспользовались и забили еще один гол в ворота соперника. Тем самым обеспечили себе выход в 1-2 финала игр. Встреча команд Ноглик и Ахи закончилась в ничью. За 50 минут отведенного времени они не забили друг другу ни одного гола. В этом случае, согласно правилам проведения игр по футболу, назначается пенальти. У каждой команды было 5 попыток забить гол или перехватить мяч. Здесь все зависит от мастерства вратаря и забивающего. Вратарь команды из Ноглик сумел дважды отбить атаку и перехватить мяч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под конец дня на футбольном поле встретились команды Олимп Невельск и Паранайск. Поддержать своих юных земляков пришло немало болельщиков. Среди них и мэр Невельского городского округа Алексей Шабильник. Пользуясь такой поддержкой, играя на родном стадионе, невельские футболисты показали захватывающее представление, заставляя болельщиков получать яркие эмоции. И как же их не получать, когда наши в первом тайме забили два гола, и во втором еще два. Все было достойно и красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень хорошо ребята играют. Чувствуется, что где-то подготовка хорошая у ребят. Больше языков болеете? За Невельский? Просто за те, в кого болеете. Нет, я сегодня посмотрел, мне очень понравилась Анива. Я думаю, если Невельский с Анивой будут играть в финале, это будет очень здорово. Они в этом году, все команды совершенно по-другому играют, не так, как в том году. Они подготовлены очень намного сильнее. А вот я смотрел нашу Невельскую команду, она вообще превзошла в тот год намного. Очень сильная команда. Она должна в финале с кем-то играть, потому что достойная команда. Виталий Войко, Евгений Романенко, Невельские новости.